Субтитры делал DimaTorzok Атакующие Было очень много борьбы Ну да ладно, давайте поговорим о самом матче Как все у нас было и как происходило Понеслось Первый период Отток начинается у нас первый период Тут же Прохоркин удаляется ЦСКА остается у нас в меньшинстве ЦСКА что-то пытается сделать В большинстве пытается атаковать Прессингуют команду ЦСКА Но ЦСКА также активно обороняется И ничего не дает реализовать команде ЦСКА Тем самым большинство у нас закончилось никак Видно то, что установка тренеров и той и той команды Помощь полевых игроков Они блокируют все броски ворота, шайбы Достается ребятам Но ребята держатся и борются дальше Нереальная у нас активная игра Идет прессинг, толчки Игроки команды ЦСКА Всячески бортуют армейцев Входят ребята из зоны в зону Пытаются навязать друг другу атаку У ЦСКА конечно же это больше получается Потому что они Входят в зону ЦСКА Там задерживаются И всячески пытаются Атаковать ворота Шестеркина Но Шестеркин все прекрасно видит И Шестеркин все прекрасно ловит Либо отбивает У команды ЦСКА же конечно Так не получается задержаться В зоне команды ЦСКА И поэтому они Всячески выбрасывают шайбу В зону хозяев И пытаются реализовать Молниеносную контратаку Но защитники команды ЦСКА Конечно очень плотно и плотно Обороняют лидеров команды ЦСКА Ковальчук у нас В этом матче менее заметен Ребята из ЦСКА прекрасно знают Кто такой Ковальчук И поэтому На нем считаю Виснут сразу два защитника И Ковальчуку никак не удается Сделать какой-нибудь Опасный контратакующий момент В первом периоде Была острая атака От команды ЦСКА Дацука отдавал пас на Гусева Гусев отдавал на Карпова И Карпов на левом фланге С острого угла И эх Ничего не получилось По броскам у нас Створ ворот 10-8 ЦСКА лидирует Понятное дело То что они всячески Прессингуют команду ЦСКА Ничего не дают реализовать И в конце у нас Первого периода Идет удаление Ничушкина За толчок на борт Зуба И за 0,8 секунд До конца первого периода Команда ЦСКА у нас Остается в меньшинстве Перерыв Начинается второй период Начинается он с большинства У команды СКА Потому что Ничушкин у нас заработал Удаление на зубе СКА пытается что-то сделать В большинстве Но ЦСКА им не дает Потому что они Активно и плотно Прессингуют Не там Не там Все закрыто Везде ничего Никак не удается Им пройти Подойти к воротам Этим самым К сожалению СКА у нас закачивает В большинстве Не придя Никакому результату На 17 минуте 10 секунд Рыков У команды СКА Удаляется за подножку На Кузьменко ЦСКА остается В большинстве Пытается что-то сделать Но команда СКА В меньшинстве Очень плотно Оберегает Свои ворота И ничего Ребят ЦСКА не получается И вот только у нас СКА оказывается В большинстве И тут Калинин Удаляется И садится На скамейку Штрафников За задержку Клюшкой Опять у команды ЦСКА Ничего не получается Плотная Агрессивная Атакующая борьба Ребята Просто Бьются Друг с другом Только у нас Команда СКА Опять в большинстве И тут же у команды ЦСКА Григоренко За задержку Клюшкой На Гаврикове Отправляется На 2 минуты Но к сожалению Такой подарок Команда СКА В большинстве Ничего Не реализовала Идет Очень плотная Затяженная Борьба Такое ощущение Как будто Игроки Просто забыли Про ворота Про вратарей Друг другу Пасуют Пытаются У себя Удержать Шайбу Лишь бы Только она Не досталась Другой команде И эта плотная Борьба У нас Привела к тому Что на 8 минуты 53 секунды За высокую Поднятую Клюшку Светлаков Поднял Клюшку И Зубарев У нас Оказался На льду Прохоркин Это все Увидел Дело Хотел ему Светлакова Отомстить Хотел его Затолкать Пораньше На скамеечку Чтобы кто-то Отдохнул Но арбитры Свистнули И дали ему Официальный отдых 2 минуты И здесь у нас Команда СКА в большинстве Отличилась И забивает Свой первый Открывающийся Гол в этом матче На 7 минуте 40 секунд Ковальчук Великолепным пасом На Воинова Широков Закрывает Обзор вратарю И Шайба Угождает Между щитков Прямо В створ Ворот 1-0 Команда СКА Повела Вперед И тут Начинается У нас Нервная Игра Со стороны Команды ЦСКА Какие-то Встычки Ребята Нервничают Разозлились Ну как же Так Блин Мы же Дома А тут Нас Просто Начинает Драть Уже Страсти Накаляются У команды СКА Был очередной Момент Каскеранто Чуть ли с острого Угла Не забил Но еще Чуть-чуть Был пораньше И шайбу Можно было бы Удачно реализовать Хочется отметить Шестеркина в этом матче Он прекрасно Все видит Ловит все шайбы Отбивает Молодчик И команда ЦСКА У нас Неслабо Разозлилась В конце Второго Периода Они хорошо Начали Прессинговать Команду СКА Прям Атака пошла И заканчивается У нас второй период Со счетом 1-0 СКА впереди Третий период По броскам У нас ЦСКА СКА 22 14 ЦСКА Опять лидирует Идет борьба В третьем периоде На 15 минуте 24 секунды У нас Науменков Удаляется На Калинине И на 13 минуте 42 секунды Ковальчук В большинстве От передачи Павла До ЦК Забрасывает Вторую Шайбу В ворота Команды ЦСКА 2-0 СКА Впереди Лидирует Видно Сразу же То что После второй Шайбы Команда СКА Прям Воспряла Почувствовали Себя Хозяинами Льда Начала Прессинговать Команду ЦСКА И буквально Вот на 11 минуте 39 секунд Прохоркин У нас Проходит По правому Флангу И практически Уже У ворот Вот рукой Одной рукой Отдает Пас на Ковальчука И Ковальчук Реализует Свой второй Гол И у нас Счет 3-0 Ух ЦСКА У нас В провале Каком-то Оказывается Проигрывают Ребята Хреново Но команде ЦСКА Повезло Потому что На 10 минуте 36 секунд Кофизолин У нас Зарабатывает За подножку 2 минуты И садится На скамеечку ЦСКА В большинстве И на 8 минуте 53 секунды Третьего Периода Кузменко Вот забрасывает Какой-то Прямо Непонятный Гол Потому что Никто не понял Что это был Гол Он только Один Показал Что это был Гол И арбитр Уже потом Пошел Смотреть Видео И да Гол Был Засчитан Гол Такой Прямо Кто видел Ну Только вот После повтора Было понятно То что Шайба Пересекла Все таки Линию ворот Немножко Отыгрались У нас ЦСКА 1-3 Но Павел Дацук Ему же не нравится Такой счет И на 8 минуте 06 секунд Павел Дацук Забрасывает Четвертую шайбу Ворота ЦСКА Момент Был Просто Вот такой Потому что Ребята С команды ЦСКА Замешкались За своими Воротами Карпов Прямо Обакрал Двух защитников Команды ЦСКА Отдал В последний момент Пас Доцику И доцику Ничего не оставалось Как забросить Четвертую шайбу Молодчик Карпов И доцук После Четвертой шайбы Видно То что Команда ЦСКА Стала Играть Поспокойней Немножко Больше Держит Шайбу В своей Зоне Уже Контролируя Ее И так Потихоньку Не спеша Вкатывая В чужую Зону Команды ЦСКА Но наверное Вот этого Спокойства И сыграло На нервах Команды ЦСКА Потому что Телегин Прямо Разозлился И на 5-5-5 На пятой Минуте 55 секунд Иван Телегин От прекраснейшего Паса От Попова Забрасывает Вторую шайбу Ворота Игоря Шестеркина Счет 4-2 Команда ЦСКА Встрепенулась Подумала Ёкарный бабай Так можно И еще Заработать Пару шайб Надо что-то делать Был Вот Такой момент Вот смешной был Широков Отдавал Длинный пас На Калинина Калинин Уже Перехватывая Эту шайбу Вот Такое ощущение Как будто Там Леску Натянули Оступился За синюю Линию И упал И Прям стал Вот и смеялся То что Блин Эх А так бы Мог бы Выйти Один на один ЦСКА Активно Атакует Время еще есть Надо что-то делать Потому что Ребята дома Проигрывать не хочется Но сил уже Нет И опять У команды ЦСКА Появляется Прекраснейший момент На четвертой минуте 0,5 секунд Опять же Прохоркин Который в первом Переводе В самом начале Опять у нас Удаляется За толчок Соперника Клюшкой На две минуты ЦСКА Остается в большинстве Пытается что-то сделать Ничего не получается В большинстве И тут уже Ребята Всех с победой Всем СКА Вперед Ребята Смотрим Хоккей дальше Ни в коем случае Не расстраивайся Все Впереди Спасибо за просмотр Вы были со мной Подписывайтесь Спасибо всем Всем Хоккей Субтитры сделал DimaTorzok